На протяжении 20 лет жители домов, расположенных у парка «Юность», что на 8-й станции Большого фонтана, борются за то, чтобы тут не вырубали редкие элитные породы и почти выковые деревья, в том числе сосны и акации. За это время было потеряно примерно 40% зеленых насаждений. Так продолжает уничтожаться историческое место Одессы, как его называют «зеленые легкие города». Здесь под прямой угрозой разрушения оказался памятник морякам артиллерии 39-й подземной батареи, которые защищали, а после восстанавливали эту часть послевоенного города Одессы. Местные жители во главе с Таисией Семеновной Сокотухой всеми силами, как могут, защищают одно из уцелевших зеленых мест на побережье. Но деревья продолжают рубить, особенно по ночам. В ночь с 26 на 27 предположительно 3-4 часа ночи были спилены деревья. Порядка здесь 7 деревьев. Жители вызвали утром полицию. А, их вообще спугнули, могли бы все спилить. Просто был розыск, полиция проезжала, разыскивала мальчика пропавшего 8-летнего и их спугнуло. И вот и говорят, что это в это время и было. Утром вызвали полицию, составили протокол. А вот этой ночью даже вот эти стволы повывозили, только веточки оставили. Все делается у нас ночью, ночью, ночью. По мнению жителей, на месте вырубленных деревьев возможна стройка высотных домов. Я думаю, что они ограничатся там кафе или чем-то еще таким легким. Ходят слухи, что тут будут строить два 24-этажных дома. Соответствующий паркинг. Вот посмотрите, построили высотку. Казалось, в этой высотке есть паркинг. Но все машины стоят снаружи. А летом тут просто коллапс. Все окружено, забито машинами до нашего двора. Местные жители уверены, такими быстрыми темпами они, а также дети и внуки, останутся совсем скоро без парка, без места, где зафиксирован полезный для легких коктейль морского и степного воздуха. Они отмечают, что у них систематически проходят субботники. За свой счет вызывают машину, чтобы вывезти мешки мусора, которые за собой оставляют нерадивые одесситы и гости города, особенно в летний период. Не чувствуется, что этим городом управляют одесситы. Я не знаю, может инопланетяне какие-то. Трудно назвать, откуда они приехали из-за границы. Хотя, я, судя, ну, такая у меня работа, что я бываю в разных странах. Даже наши соседи, Болгая, мы были в прошлом году в Бургасе. Там такая шикарная прибрежная зона зеленая. Такой парк. И чтобы там, там кроме будки с газированной водой ничего не стоит. Назовите нам после морозлива хоть одного руководителя города, которому можно было прийти и сказать, вот именем него назван парк. Возможно, спустя столько лет в Одессе так и не появился хозяин, которого бы волновали проблемы городом. Очередная сессия городского совета состоялась в Одессе. Уже в начале городской голова и его команда получили идеологический удар с неожиданной стороны. В совете образовалась депутатская группа оппозиционной платформы «За життя». И сразу же ее представитель выступил с предложением. Давайте дадим этим людям, людям, которые имеют отношение к Одессе, к освобождению Одессы от фашистских захватчиков, приравняв их к статусу почетного жителя Одессы, льготы в 100% освобождения от коммунальных услуг. Их на самом деле не так много, это буквально 5 с копейками десятков человек. Геннадий Труханов привык во всеуслушание заявлять о своем уважении к фронтовикам и рекламировать заботу мэрии о защитниках, освободителях и вообще всех ветеранах. А тут кто-то осмелился перехватить у него инициативу, да еще перед осенними выборами. Это вызвало раздражение мэра. Мы понимаем жанр политический. Мы понимаем, что нужно яркое вхождение депутатской группы в сессионный зал. И в принципе все это прекрасно понимают. Почему это сделано сейчас неожиданно, эффектно, с раздачей проекта решения. Мы все оценили ваш политический трюк. Мэр объявил прерыв для консультации с председателями фракции. По окончании оказалось, что участники обороны и освобождения города и так пользуются указанной льготой, но за счет государственного бюджета. Оппозиция предложила выплачивать им те же деньги наличными из городской казны, чтобы старики могли использовать их по своему усмотрению. Договорились доработать проект и соблюсти все бюрократические формальности, чтобы вынести его на следующую сессию. Весьма неудобными для городского головы стали вопросы, связанные с увольнением его заместителей Андрея Котлера и Петра Рябакуня. Сессия вывела их из состава исполнительного комитета. Мы исключаем из исполкома Котлера и Рябакуня. Скажите, причина увольнения есть? Вот я задавал этот же вопрос по Орловскому. Тогда было написано заявление, вы озвучили. Как в данной ситуации? Это вопрос порядка денному. Вы начали с голосованием. Если вам нужно будет рассказать, будем говорить с вами. Не, ну просто мы избирали, так же голосовали по ним, на вы их презентовали и говорили о том, что люди специалисты, почему мы их увольняем? Может, они что-то сделали не так? Давайте мы их, наконец-то, вызовем в трибуне, спросим у них, почему, где-то, может, какой-то новострой или еще что-то. Какая причина их увольнения? Городской голова не захотел называть причину увольнения своих еще вчера верных соратников. По мнению мэра, одесситам этого знать не нужно. Вопросы оппозиции вызвал и проект решений об изменениях в бюджете. В селе земельные участки оформлены и город получает в полном объеме, была ли произведена перерасчет нормативно-денежной оценки? И когда последний раз была произведена инвентаризация земельных участков и сверка с Держгеокадастром? Сколько мы сегодня недополучили денег от боевого участия состройщиков? Сколько подано исков? И, собственно, когда последний раз был аудит и анализ недополученных средств в разрезе боевого участия? Мне хотелось бы публично услышать отчет по этим двум для бюджета города жизненно важным статьям. Что вы имеете в виду публично? Я имею в виду не направить мне отчет, на который, опять же, мне придется искать возможность задать вопрос, а публично отчитаться по этим двум позициям, очень важным составляющим бюджета нашего города. Профильным департаментом управления. Я понял вас. Спасибо. Я видела ту информацию, которая есть в публичных источниках. И понятно, что я депутат, у меня нет времени проанализировать все те пункты, о которых вы говорите. Но я взяла несколько пунктов и хочу сказать, что информация не полная. Всегда согласная с мэром депутатское большинство по-прежнему надеется до местных выборов отдать под застройку все оставшиеся куски свободной земли. Даже в том случае, если территория представляет историческую и культурную ценность. Это второе. Я выношу проект, которым прошу надать статус парку территории, которая находится за адресой вернотации 4.6. Вчора я телефонировала оцю Дмитру, настоятелю храма, который поддерживал нас 2017 года и подписывал обликовую документацию. Они за то, чтобы там был парк. Они за то, чтобы был мемориальный комплекс. Речь идет о территории бывшего санатория Красной Азории на 9-й станции Большого фонтана. Недавно Министерство культуры признало участок объектом культурного наследия. Но близкие мэру депутаты, составляющие большинство в городском совете, предложение о создании парка не приняли. Под конец на голосование вынесли обращение к председателю областной государственной администрации относительно ослабления карантинных ограничений и возобновления деятельности малого и среднего бизнеса. Экономика города уже не может выдерживать такие длительные ограничения. За полтора месяца карантинных ограничений Одесса потеряла огромное количество денег. Невозможность работы малых и средних предприятий, особенно сферы услуг, привела масса негативных последствий, среди которых уменьшение поступлений в городской бюджет, который сегодня должен усиленно финансировать местные медицинские учреждения. Потеря работы значительной части горожан, что поставило многих одесситов практически на грань выживания. Как следствие, рост уровня неплатежей за коммунальные услуги среди населения, что в свою очередь ведет к коллапсу сферы коммунальных услуг. Подавляюще большинством голосов сессия обращения одобрила. Возможно потому, что значительная часть депутатов так или иначе имеет отношение к торговому бизнесу и сфере услуг. Высший антикоррупционный суд избирал меру пресечения бывшей помощницы мэра Одессы Алене Поповой, которая проходит подозреваемое по делу незаконного завладения из городского бюджета 92 миллионами гривен путем покупки завода Краян по завышенной цене, содержание под стражей заочно. После того, как к ней нагрянулись обыском, она сбежала за границу. Об этом стало известно из судебного решения Единого государственного реестра судебных решений. По версии следствия, Попова вперед с 12 декабря 2012 года по мае 2014 года на общественных началах исполняла функции помощника народного депутата Украины 7-го созыва Геннадия Труханова. В НАБУ утверждают, одновременно Попова находилась в числе доверенных лиц неустановленного лица и контролировала черную кассу. Она занималась передачей в аренду объектов недвижимого имущества коммунальной собственности территориальной громады Одессы с дальнейшим их выкупом в частную собственность. Как сообщают в НАБУ, у Поповой возникли длительные устойчивые личные и доверительные отношения с Трухановым. Он воспользовался ими с целью прикрытия своего непосредственного участия в преступной деятельности, связанной с присвоением денег из местного бюджета Одессы в особо крупных размерах. Именно Попова координировала действия директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета Алексея Спектра и директора фиктивной фирмы ООО «Девелопмент Элит» Петра Загадиренко. Кроме того, Попова составила и предоставила Спектру данные о планируемых действиях по проведению выкупа помещений и приказала подготовить документы о целесообразности покупки завода, то есть для того, чтобы ввести депутатов на сессии в заблуждение благодаря неправдивой информации. Наконец, сообщникам удалось провернуть коррупционную аферу и приобрести помещение завода по цене 185 миллионов гривен, что в 17 раз выше начальной стоимости помещения. По мнению детективов, преступные действия фигурантов нанесли бюджету Одессы убытков в 92 миллиона 659 тысяч 282 гривны, что в более чем в 600 раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления. 14 февраля Попова объявили в международный розыск. Сейчас за нее взялся Интерпол. Об этом также говорится в розысканных списках Министерства внутренних дел Украины. Сообщало слово и дело. Вторая попытка создать мемориальный комплекс и парк на территории бывшего санатория Красной Зори вновь провалилась. Соответствующий проект решения не нашел поддержки у Одесского горсовета. Территорию этого санатория уже пытались застроить, однако горожане тогда отстояли Красной Зори. Депутат Ольга Квацницкая рассказала, что есть приказ министра культуры, который вносит шесть объектов на территории санатория Красной Зори в перечень объектов, являющихся памятниками истории. Этот приказ был принят еще 28 марта 2019 года. Однако депутатский корпус не спешит поддерживать этот проект. Я надеюсь, что мэр города, который часто говорит о любви к Одессе и так патриотично настроен к любым мемориалам, все-таки со временем поймет, что нужно все-таки дать возможность нам получить парк, а в дальнейшем сделать границы, землеотвод получить, чтобы Будлайф Инвест, которому в 2018 году эту территорию депутатский корпус отдал под застройку, а на сегодняшний день его регистрация отменена, не позволил ни Будлайфу, ни какому-то другому инвестору на этой территории строить, потому что строить там уже нельзя. Также Ольга Квасницкая сказала о том, что небольшая победа все-таки есть. Если на прошлой сессии этот проект набрал 21 голос, то сейчас 24 из 64. Но на этом депутат останавливаться не собирается и поднимет этот вопрос уже на следующей сессии. Ольга Квасницкая просит одесситов не паниковать и не расстраиваться, ведь это долгая дорога к правде. А сохранение и благоустройство этого кусочка истории имеет большое значение для каждого из нас. 63 дерева серебристых, клёнов и кусты, которые высадили на 4-й станции Большого фонтана, общественники из «Зелёного листа» и сотрудники КП «Горзелентрест» прижились. Уже видны распустившиеся зелёные листочки. И совсем скоро зелёные насаждения превратятся в живую изгородь. Об этом на своей странице в фейсбук сообщил Владислав Болинский. «Сейчас очень тяжёлые условия после абсолютно засушливой зимы и весны. Очень тяжёлые условия для деревьев. И в первую очередь для деревьев внутри, в городских условиях, потому что, во-первых, деревья в городе распустились значительно раньше, температурный режим в городе немного другой, он отличается. Но как минимум на 4-5 градусов теплее, чем за городом. Поэтому многие деревья начали раньше цвести, многие деревья раньше распустили листочки свои, и многие деревья пострадали от заморозка в том числе». Правда, по словам Болинского, глобальные изменения климата значительно осложняют процесс ухода за деревьями в Одессе. Чтобы повысить эффективность роста и приживаемости деревьев, «Горзелентрест» уложил вокруг деревьев так называемую мульчу – состав из хвои и листьев, которая сохраняет влагу и обеззараживает корневую систему. Однако общественники просят одесситов по возможности приходить на Адмиральский проспект и периодически поливать зеленый тоннель. З 3 червня 2020 року в Україні в обігу з'являться нові монети номіналом 10 гривень. Про це повідомили у пресс-службі Нацбанку. Нова монета невелика за розміром і легка. Її діаметр становить 23,5 міліметрів, вага 6,5 грамів. Завдяки своїм збільшеним габаритним розмірам, нова 10-гривнева монета суттєво відрізняється від обігових монет номіналом 1, 2 та 5 гривень. На реверсі монети номіналом 10 гривень зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи. На аверсі в центрі в обравленні давньоукраїнського орнаменту розміщено номінал монети. Введення в обіг нових монет номіналом 10 гривень завершить процес комплексного рішення з оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, що триває з 2014 року та має на меті забезпечити в Україні надійніші та захищені від підроблень банкноти. Зручність готівкових розрахунків та економію коштів від держави. Монети поступово змінять банкноти в результаті природного зношення, тож громадянам не потрібно здійснювати обмін, а користуватися банкнотами можна буде необмежений період часу.